Слушайте, Марк, вот я смотрю на мир, смотрю на все эти скандалы сейчас, например, вот с нашей героиней Ольгой Харлан, когда совершенно просто уродливое решение МОК о том, чтобы ее дисквалифицировать, то есть которая становится на сторону, открыто становится на сторону зла и говорят, что так и надо, прикрываясь какими-то правилами, причем украинская сторона предупреждала о том, что жать руку она не будет. Я прочитал, что, оказывается, заранее бумаги все были. Я почему спрашиваю, слушайте, ну когда уже в мире закончатся политики на Западе, я имею в виду, которые как бы представляют западные ценности, вот все то, что мы туда вкладываем, которые будут просто, не знаю, перестанут брать бабки у Путина, которые поймут, что это зашкварно, это вонючее, это ужасно. Ну, что касается этой ситуации, во-первых, там российская спортсменка выступала под олимпийским флагом, она даже не под своим флагом выступает, то есть мне вообще-то не очень понятно, почему это не должно учитываться вообще ни в каком виде. А что вы лишили тогда флага страну? Вы же, наверное, тоже по каким-то основаниям решили, но вы, значит, решили, потому что война ведется, явно не олимпийское поведение, не спортивно, да? А что же вы отказываете, значит, не просто там какой-нибудь, представьте, Зимбабве не пожал руку, да, или там как положено по этикету, по правилам и так далее, а речь идет именно о антагонистах, очевидных антагонистах. Почему они должны руки себе другую выгружать? Вы же наказали Россию тем, что она не под собственным флагом наступает. Почему же вы Украине не дали то преимущество? Это же не значит, что вот эта спортсменка Харланд не пожала рук американских спортсменок, еще какой-то спортсменки. Речь идет конкретно об этих двух странах. Не о каких-то вообще всех она всем взяла и не пожала, а именно конкретно об этой стране. Ну, наверное, какие-то должны были выработаны там этикет, правила, не общие, а специальные. Раз уж вы лишили флага, если бы вы оставили все как есть и говорили, все неизменно, олимпийское движение свободно от политики. Ну, погодите, друзья, либо-либо. То есть, надо либо тогда уж не лишать и говорить, а что, спортсмены же не отвечают за свою страну. Даже представьте, там, ЦСКА какого-нибудь или военные клубы фармии, да, а вот мы сражаемся, мы же не убиваем друг друга. Это спортивная площадка, здесь все равны, тут они за свое правительство не отвечают. Но если уж вы уже как бы наказали, да, ограничили, там, причем предлогов много было, там, кто-то про допинг, кто-то, но политические события тоже оказали на это влияние. Война оказала влияние. Вообще нельзя допускать к соревнованиям ни русских, ни... Ну, во всяком случае, должны быть выработаны специальные правила для стран, воюющих, для стран, которые как бы одна жертва, другая подрывалась агрессии. Почему вы не делаете этих исключений для какого-то ритуала, в частности, вот, пожимания рук и так далее. Потом, ведь в этом во всем добровольность должна быть. Ну, не хочет человек пожимать, его право. Чего лезть-то к нему? Потом, как я понял, она, эта девушка российская, Смирнова, она сидела час, ждала, а потом сама накатала жалобы. Я правильно понимаю? Да, конечно. Она действовала сугубо по инструкции, которая... Да. Ей из Москвы сказали, катай жалобу и станешь чемпионом. Ну, это тоже интересный момент, да, ну, просто этический, что ты же видишь, что там, может, у нее родственник погибает, Харлан, там, да, может быть, она там под бомбардировками сидела в Киеве. То есть, ну, как бы учесть это все и сказать, ну, извини, друг, я вот не бомблю, я не виноват, но понимаю твои чувства. Это проецируется туда же, в общем, на отношения русских и украинцев, потому что я всегда говорю, что у украинцев право есть, значит, русня там и так далее. Ничего бы с этим не сделать, переубеждать их, обвинять, это же нелепость. Уже человек возвращается в Киев, его там бомбят, погибают его родственники, а от него требовать любви к россиян бесполезно, ненужно, вредно. Вы только хуже делаете. Не лезьте с этим и так далее. Просто спокойно. Вот, Марк, когда международные структуры и люди, которые их представляющие на Западе, прекратят вообще прогибаться, я сейчас своими словами называю, брать деньги от Путина? Ответ – никогда, пока Путин не исчезнет. Это будет всегда, потому что человеческая природа несовершенна. Это не система прогибается, прогибаются именно люди. Вот это важно понять. Система не покупается, то есть невозможно купить страну в целом. Ты покупаешь по лицу, даже самых высокопоставленных. Такое мы видели. Ну, например, Шрёдер – это что? Это Германия прогнулась или Шрёдер? Давайте вот так разберемся. Это кто поступил вот так, что опозорил вообще, говоря, статус канцлера, вообще лидера партии, так сказать, целого направления? Вы понимаете, Марк, тут только единственный момент, что люди, которые представляют влиятельные организации или имеют много власти, когда они прогибаются, то, по сути, прогибают и дальше всё, на что они могут влиять. А да, но это не вечно. Почему? Потому что их переизбирают, они уходят. Время от времени, так сказать, происходит вот чем прекрасна демократия, что ничто не навсегда. И даже эти люди, я подчёркиваю, система их кушает своя же, понимаете? Этот человек, он сарказин, он бегает от суда к суду. Тоже знаете особое отношение? Беру в Усконе, он тоже ведь набегался, пока в ящик не сыграл. Так что, понимаете, в этом и разница между демократией и политической, и, собственно говоря, диктатурой, что там власть несменяема вечно, и она будет всегда пытаться коррумпировать. А люди, которые являются участниками такого рода отношений, они не вечно. Даже вот Орбан, вот посмотрите, ну мерзавец измерзавца, ну коррупционеры же, ну очевидно. Что всё за бабки, ну что мы дураки, что мы не понимаем, опять полная неясность, да? Вот мы не понимаем, почему вот он это всё делает. Ну потому что бабки, потому что деньги, потому что гигантские деньги и так далее. И ничего другого, конкретно ему лично, его окружению, они коррупционеры. Ну, знаете, продолжать говорить, нет, это вот партия Фидос, она такая специфическая, вот она так вот видит мир, вот они вот евроскептики, хренептики. Ну так, пожалуйста, вы выйдите из НАТО, выйдите из ЕС, прекратите своё, так сказать, состояние западноинтегрированного общества, и всё. А кто вам мешает? Вас что, удерживают? Вот в ЕС танки пошлют, чтобы в Венгрии не выходило, в НАТО самолёты пошлют бомбить в Будапештаде? Ничего этого не будет. Ребята дорогие, не хотите? Двери открыты, это же не Варшавский договор, это же не СОС-лагерь, не Восточный блок. Но, тем не менее, всегда такие политики были, есть и будут. Но не они будут определять погоду в целом, политическую, да, и не будут влиять на принципы решающего, они их не изменят, даже если они сильно повлияют на всё. Марк, ещё один вопрос хочу с вами обсудить. А именно, вот опять же, в интервью мне Владимир Осечкин сказал, что по его информации от вагнеровцев, которые им звонят по их каналам, вагнеровцев стали готовить к вторжению в Польшу. Насколько это может быть реальностью? Зачем это? Путину? Что он этим добьётся? Ну, хорошо, уничтожение полностью вагнера, да, а дальше? Ну, во-первых, об этом они открыто говорят сам Лукашенко. Не Осечкин говорит об этом, не вагнеровцы, а говорит Лукашенко. На камеру, опять же, протокольная съёмка, могли бы вырезать, не показывать это население, а сказать. О, они, говорит, ко мне приходят, просятся на туристический поход на Жешев и Варшаву. Ну, погодите, если об этом говорят руководители государств, ну, да, понятно, диктаторы, которые узурпировали эту власть, но тем не менее, сами открыто об этом говорят. Сам Путин предъявляет претензии к Польше, говорит, ой, вот вам Сталин подарил, вы там смотрите, мы вот как бы, ну, понятно, намёк обратно всё заберём. Чё он заберёт, там, Польша потеряла в территориях после Второй мировой войны, ну, бог с ним. Безусловно, мне кажется, пока это всё информационное и пропагандистское давление. Оно нужно для того, чтобы Запад был покладист, всё к тому же к вопросу о переговорах и окончании, там, войны в активной фазе в Украине, потому что Москва её явно не выигрывает. Я думаю, на это всё это направлено, угроза Польши. Ну, а давайте среконструируем ситуацию. Ну, хорошо, пошли они на Жешеву, пошли они на Варшаву. Вы представляете, что там будет? Конечно, тут же вообще уничтожено. Ничего не останется. А тем более, когда ты анонсируешь. Вот вы знаете, мы вот по секрету вам скажем, что мы скоро пойдём, но мы не пойдём, а может, пойдём. Ну, представьте, как там готовятся сейчас к этому. А там ведь и томагавки, и ракеты, и самолёты, и F-16, там не надо давать. Пыль, просто в пыль сразу. Понимаете, ничего. А кто-то скажет, откуда вы это знаете? А вдруг они вот пройдут? А мы знаем. Мы видели это в Деразоре. Вот на нефтяные поля шли курдам 300 человек. Были убиты в течение часа. Это известная история, кстати, шумная. Помню, я в своё время, там, сказать, мне тоже один из ЧВКшников, значит. Но он не совсем ЧВКшник, но близок к ним был. Он мне это сообщил. Я ночью сообщил, через несколько часов. Мне, говорил, Фегин выдумывает, никого там не убили. А потом, ой, да, вот, знаете, Помпео подтвердил. То есть, это такая штука, которая, понимаете, опробированная. Там знают, как это делать. Вот говорят, а они будут рефлексировать. Они, наверное, к ним не пойдут. Это ж, представляете, пять тысяч человек. И сколько там пойдёт, это ж так просто не убьёшь. Убьёшь, легко убьёшь. При желании можно и больше убить. Там всё есть. И бомбы, и ракеты, и самолёт. Всё есть. Всё. Чтобы превратить. А потом, ну, погодите. 200 тысяч армия польская. Ну, это что, один человек, что ли? То есть, пять тысяч, или даже десять тысяч. И тут двести тысяч. Причём всё НАТО. НАТО – это, извините, армия, там, суммарно, по разным оценкам, по меньшей самой мере, это 500 тысяч. Говорят, до миллиона. Если всё собрать, всё, что можно. Там, американская армия, европейская и так далее. Ну, блин, ну, я не знаю, честно говоря. Ну, можно попробовать, только я знаю, чем кончится. Понимаете? И поэтому у меня больше ощущение, что это больше пропагандистская игра. Больше пропагандистская игра, а в конечном итоге они как-то этот ресурс используют либо в Африке, либо против Украины. Опять. Хорошо. Вот на финале спрошу, в принципе, мы часто заканчиваем наши беседы именно этим вопросом. И тут даже интересно, да, вот корректировка, которая проходит. На ваш взгляд, когда Украина победит? Ну, смотрите, если мы победой считаем освобождение до границ 91-го года, то на этот вопрос внятно ответить невозможно, определённо. А вот то, что касается активных боевых действий, я, как и раньше, придерживаюсь точки зрения, что до конца года они, скорее всего, завершатся и перейдут в какую-то другую форму, в другую фазу. Моё такое мнение. Я его не изменил. Я считаю, что до конца этого года произойдёт нечто, произойдёт что-то, что активную фазу боевых действий переведёт в позиционную или похожую на неё. Да, при каких-то обстоятельствах. Обстоятельства могут быть разные. Ну, там, условно, вот представьте, Украине всё-таки удастся до конца года и Мелитополь, и Мариуполь, и, скажем так, ряд городов прибрежных освободить. То есть, ну, фактически вернуться к линии 24 февраля. И там могут начаться варианты, какие, куда, и так далее. Марк, а вот скажите, кстати, потому что очень разное мнение на этот счёт. Вот я лично считаю, что когда украинская армия выходит на границу с Крымом, то есть или заходит, или уже там устреливалось, да. Вот в этот момент неминуемо в Кремле тоже должны начаться процессы бурления, которые поведут в смене режима. Я считаю так, потому что оно не может пройти, вот когда Крым, всё. А некоторые мне говорят, да нет, это ни на что не повлияет, там всё равно Путин останется, даже Украина, Крым забирает, ничего страшного. Вот как вы считаете? Смотрите, если подойти к Чонгару, это не одно и то же, как Чонгар 23 февраля, и Чонгар там в какой-то дату уже там в 23-24 году. Почему? Потому что когда ты подошёл к перешейку, вся территория Крыма и мост, и Севастополь, и флот, и все города, и ЮБК, всё простреливается, всё кладётся и ракетами, и артиллерией, и чёрт знает чем. Ну, в зависимости от дистанции. Жить там будет невозможно, функционировать там невозможно. Это же полуостров. Ну, фактически остров, если он будет отрезан и так далее. То есть это будет невозможно. Просто готовность Украины другая будет. Она не будет церемониться, она будет обстреливать постоянно. Кстати, проблема воды, проблема всего остального, это же не просто усугубится, просто превратится в него. Вообще жить будет невозможно. Всё будет уничтожаться, понимаете? Всё будет обстреливаться, ничего живого не останется. Ничего. То есть ни армии там сидеть, ни в окопах сидеть, ничего. Поэтому, разумеется, это может привести к каким-то последствиям. Будут ли эти последствия в виде каких-то движений внутри Кремля, отставки Путина или чего-то ещё? Ну, будем осторожны в оценках. Раньше я бы, может быть, с вами согласился. Сейчас он всякое пережил. Даже вот фейковый мятеж 24 июня. Подождём, посмотрим. Но то, что это не останется как есть, то, что у этого будет продолжение совершенно негативное для Путина, определённо. Потому что тогда вообще непонятно, что с этим совсем делать. У Украины появились такие виды вооружений, которые, ну, вы меня извините, не позволяют сохранять её на этом расстоянии ревизионном. Как он говорил, мы, говорит, санитарно отодвинем. Куда ты отодвинулся? Всё ближе и ближе. Ты никого не отодвинул. Вот они всё пытаются отодвинуть. Сейчас скоро Бахмут потеряет, потом ещё и глядишь так, Мак, а тут действительно с Старом Линовской, может, до Мариуполя. И что ты отодвинешь? Куда ты отодвинешь? Если к линии моря выйдут, даже не к Чонгару, там непонятно, как с левым берегом будет, так уже можно обстрелить мост. С берега можно обстрелить мост. И что вы будете делать? По его опорам будут бить. Ну, то есть, конечно, вы говорите о политических последствиях в результате военных действий. В результате военных действий. Да, их можно прогнозировать. Но какие они будут? Нужно посмотреть. Там много обстоятельств с этим связанным. Он сейчас активно ужесточает режим. Возможно, ещё и с учётом того, что придётся изолироваться, закукливаться совсем окончательно. Посмотрите, что они принимают в виде законов и всего остального. Поэтому, возможно, они и к этому готовятся в варианту развития событий тоже. Не исключено. Но, повторяю, мы видели в исторической ретроспективе за 30-35 лет, как система уходила в разнос. Извините, 1991 год никто не отменял. В результате его рухнула страна на шестая часть суши. Понимаете? А тоже никто не верил. Говорит, да нет, СССР он ещё на 100 лет. Так что, да, эти процессы возможны, но степень и глубина их это нужно будет зависеть от очень многих факторов. От Запада, кстати, тоже. Марк, спасибо большое за интервью. Как всегда, было интересно. И до новых встреч. Да, всем всего доброго. До свидания. Спасибо.